Девушки отдыхают Девушки отдыхают Естественно, перекусил и лег полежать Я лег полежать и вот сижу, чувствую непонятно Вот какое-то такое вот неприятное ощущение Меня потом как вжало в кровать так Что я ночью просто силами вырвался с этой кровати Позвонил тете, вызвал такси И ночью прилетел в два часа, начало третьего Я прилетел на такси к ней домой Меня вот так трусило Когда я приехал утром, тюль, где находилась квартира Был запах гари, извините Откуда вы? Это ж мне не приснилось Я вот улавливаю взгляд И ощущаю, какая бешеная зависть была У вас, вам на свадьбе Вы вообще это ощущали? Да, я это знала Что у вас за знаки были на свадьбе? У вас что-то падало, разбивалось? Начало до ЗАГСа начались слезы Почему-то сцепилась моя мама с его мамой Пошли слезы Меня в истерике Я плачу, я в ЗАГС не поеду, все, ничего не хочу Без объективных причин, да? Не за каких причин Давай одевать платье Платье порвали Разрывается платье, ручной корсет Пока доехал ЗАГСа, вот такая здесь дыра Я уже все Тут разворачиваю тетю, тетя юбка Тут все, мама моя блузка Все, всех рвалось Потом спотыкнулись Потом, когда ехали уже венчаться Уже когда венчались Кольца чуть не упустили Это терял сознание У меня фата Немножко приразорвалось Мне стало плохо, действительно Я стоял, стоял, стоял И чувство у меня внутри сжимает Сжимает Так, ребята, я вам хочу сказать Это признаки нормальных нервов Во время свадьбы Очень Да ну ничего подобного Я вас умоляю Ну нет Я вас умоляю Не мистифицируйте, пожалуйста Потому что вы взрослые люди Вы должны понимать Что когда падает кольцо Кто-то подумает Это к разводу А кто-то подумает О, будем богатыми Мы сами придаем значение Этим символам, понимаете? Не во время венчания Мне понравилась идея до этого Давайте заниматься сексом все СТБ Секс ТБ Нет, нет, вы меня извините Вы попробуйте вручную Порвите синтетическое платье Вы попробуйте И корсет Вы его не раздерете И корсет Вы просто не раздерете Я когда из жены доставал эти скрепки Которыми она была сцеплена на свадьбе То я понимал, почему она так тяжело улыбалась Она улыбалась, как волк Когда мы доставали эти скрепки Все три килограмма Да, все три килограмма И секса не получилась в этот день И секса не получилась Но мы считали деньги и ели пельмени Я это как сейчас помню ночью Это хорошо Это будет счастливейший день Вот вы сидите и улыбайтесь Потому что у вас такой мистики на свадьбе не было У меня тоже Приходит один ко мне человек Он в таможне работает И говорит Слышишь, Курилова Я не верю в твою магию А я говорю Я в таможню не верю Почему? И выйду на кордон Я говорю Я не вижу ее Он говорит Ну вот я ее не вижу Я не сталкиваюсь Я говорю А я в таможне не вижу Сижу я дома Семечки плюю Где таможня? Откуда я знаю? Ну очень часто мы передаем значение этим силам Как способ ухода от ответственности за свою жизнь Что такое активное воображение? Вы до такого состояния начинаете во что-то верить Что это может передаваться даже тем людям Которые находятся рядом с вами Это как сон наяву Вот когда нам снится сон Мы просыпаемся утром И нам кажется Ну такое ощущение, что это было со мной в реальности Вот ну бывает у каждого человека такие сны Но в своей практике я сталкиваюсь с тем Что люди вместо того, чтобы принимать в жизни решения Какие-то сложные И взрослеть Они начинают вот мистифицировать И мы настолько можем в это погружаться Что мы можем это ощущать физически Но простите меня Если человека ввести в гипноз Засунуть палец в холодную воду И сказать, что это кипяток У него ожоги на руке останутся То есть это момент самовнушения Я вас прошу Будьте очень аккуратны с этими вещами Потому что это может закончиться клиникой А психиатров у нас хороших мало Давайте я попробую вот эти вот две позиции совместить С одной стороны, Алена говорит, что есть что-то большее Что нам не подвластно С другой стороны, есть желание все-таки вернуть людям ответственность за свою жизнь Как вся эта ситуация Вот первые кадры, вторые, третьи, последние Как это влияло на вашу интимную жизнь Потому как в молодые годы Сексуальная жизнь Ну, она влияет на все остальное На 70 процентов Ну так Взарайне В парасичном украинце Неожиданно Что было, что было, да Что было в интимной жизни Ну, у нас откровенный разговор Между взрослыми Был у вас секс или не было? Да, а то крутят, вертят дорожками непонятно Муж приходил, утром уходил И утром приходил Извините, у меня вторая смена Первая начинаются дети Когда, когда, по сути? Ну, знаете, вот Здесь получается Мораль следующая Нет секса Нет счастливых семейных отношений, да? Вы оба? Ну, безусловно Конечно В конце проекта появился секс Теперь отдельная квартира Секса, наверное, будет больше Значит, и семья будет становиться все крепче и крепче Это же не то, что секса Мы даже дома боялись Как-то и друг друга обнять, поцеловать Когда у нас была свадьба Почему боялись? Мы всегда котик, зайчик И мама его Ну что, зоопарк? Я говорю А что? А как? У нас есть имена Я говорю, ну Нам так хочется Китсунечка, Масянечка, мышечка, зайчик Но у нас здесь не зоопарк И мы так Мы поняли Нет, ну, безусловно, правильно Что вы разбежались с родителем Тогда давайте пригласим сюда человека Который остался жить в той злополучной квартире Это ваша мама Максима Давайте узнаем, как ей там живется Здравствуйте, Раиса Ивановна Прошу, присаживайтесь Здесь у нас как-то вот разговор зашел в мистическую тему Вот ваш сын, его жена убеждены в том Что это все пороблено Что во всем виноваты злые духи И же с ними А вы-то как считаете? Вы же там и жили, и продолжаете жить? Да, естественно, живу и буду жить Так, а вы на себе чувствуете влияние вот этих вот потусторонних сил? Нет А иголки находили под ковром? Да, да И соль видели? Нет, соль я не видела А иголку у нас были Кристины старшей внучки, Анечки И когда мы с Валей, моей невесткой, стали убирать То мы обнаружили там иглу большую То есть ковер достаточно толстый И ее так просто положить нельзя было Нужно было поднять ковер и положить А соль У меня просто не было тогда дома, когда обнаружилась эта соль Так, а игла это что, Алена? Игла это ссоры, рассорки и скандалы Там даже есть такой наговор Как эти иголки-колки, так и язык ее будет Ну и там гадость всякая Для того, чтобы вы не говорили, а плевались и кололись Понимаете? Скажите, вот, насколько я понял, вы не верите в то, что семью вашего сына разрушала мистика? Или верите? Нет Не верите? А кто тогда виноват в том, что у них вот так вот все происходило? Не ладилось у них? Ну, просто они молодые, двое детей Просто тяжело Это как бы вот это и повлияло то, что у них начались ссоры Как вы отреагировали на то, что теперь они будут жить отдельно? Потому что они на вас жаловались Говорили, что вы им жизни не даете Названиваете уже, не верите в то, что они навсегда уехали? Ну, я всегда рада, если у них наладится отношение Любая мама не желает, чтобы ее любимые внуки остались не в полной семье Вы почему были против, чтобы они друг друга уменьшительно ласкательными именами называли? Как вы друг друга называли? Котик, зайчик Вы почему не хотели жить в зоопарке? В каком зоопарке? Не поняла Было после свадьбы Макс, ты сам слышал это Это я не придумала У нас было переименами Вы так случайно Почему вы не именами? Мы что, в зоопарке? Вот, вы надо так вот, язвиночку так вот То есть не обидеть ни в коем случае Легкая, да Но, так сказали После чего мы с Максом перестали? Максим это тоже слышал Я очень буду только рада, когда это будет котик, а не чмошник Зайчик, а не дебил Затронули очень важный вопрос Вы секс умешали молодой семье? Да Господь с вами А в комнату заглядывали без стука? А Максим говорит, что да Понимаете, как вам объяснить? Ну, знаю, что мы не одни Что есть взрослые родители Тем более родители Стенки тонкие И не то, что я, а мой муж Помельный дом Сразу Да не, там мама Скажу Так мама будет всегда Не, я не могу Ну, не могу Ну, так что же я не буду Накидаться на него Я вам хочу сказать Вы очень энергетически Ну, в смысле энергичная женщина Вы очень энергичная женщина У вас очень много энергии И если эта энергия В таком молодом возрасте Сексуальная энергия Не имеет своей реализации Это закон Закон приводит к постоянной Неудовлетворенности Раздражительности Сквернословию и тому подобное Давайте вернемся к дедушке Фрейду У которого все невротики Это были сексуально неудовлетворенные люди С этого начался психоанализ То есть мы не придаем значения Очень важным вещам Я вижу, что Максим С большим потенциалом в этом смысле У вас И как многие А за стеной, мама О каком сексе может идти речь? Скажите, вы знали о том Что ваш сын Вот так Из-за вас Отказывает жене В исполнении супружеского долга? Простите, я на такие темы С ними не разговаривала Я люблю Валю И люблю Максима И не хочу, чтобы они разошлись И я очень люблю этих внуков И мне хочется, чтобы мои внуки В полноценной семье воспитывались Естественно, я согласна на все Лишь бы они только помирились Глядя на ваше выражение лиц Мне кажется, что вы этого не чувствуете Ничего Ну как-то вы поникли на этих словах Знаете? А мне хочется спросить Валя, вы осознаете, что ваша свекровь сейчас Публично призналась вам в любви? Вот вы это заметили? Да Вы ее любите? Да, я говорила это не раз Что я люблю ее Ну скажите ей Она же сказала Можно ее любить Я не ощущаю вашего отца Моего отца? Да Я не знаю Может уже где-то свернулся Понять, извините за выражение Максим, а почему вы так говорите про папу? Может быть, свернулся? Он такой Я не хочу про отца вспоминать Можем это Ну не хочу вспоминать и все Ну просто от этого очень много зависит Мы недооцениваем Родители это источники жизни Когда мы на этот источник плюем Соответственно, имеем результаты Да он всю жизнь непутевую жизнь вел Он говорит маме Я пошел на работу На самом деле пошел к своей матери Покушал то, что приготовили и все Ничего не делая В своей жизни Это не важно, что он сделал Он дал вам жизнь И все Не он дал мне жизнь А дала мне мама жизнь А где его отец? Что с ним случилось? Почему вы не живете вместе? У него третья жена И третий ребенок Ну вы знаете, что с ним сейчас? Общаетесь ли? Естественно, он несколько раз приходил мириться И вы его не приняли? Нет То есть это было ваше осознанное решение? Вы его выгнали? Да Вы просто действительно очень красивая женщина Я даже не рискнул сказать, сколько вам лет Вы потрясающе выглядите Почему вы до сих пор одна? Может это они вам мешали, а не вы? У вас теперь личная жизнь заладится? Нет Не мешали Почему мешали? Просто я никому не нужна Она сказала Я не хотела, чтобы чужой мужчина меня воспитывал Если мама найдет кого-то себе И я, блин, я буду даже рад Ну, блин, ну честно Дело в том, что А потребность-то остается в партнерских отношениях И тогда мы начинаем заключать психологический брак Со своим сыном Да? Ну а что делать? Ну есть же потребность каких-то семейных отношений Заботиться, да? Заботиться там И получается, что вся эта любовь нереализованная Понимаете, сегодня программа про нереализованную любовь Про то, когда мы хотим и можем, но не реализуем Вот это очень страшно Это очень страшно Потому что обязательно вот эта потребность Любить, заботиться, проявлять эту любовь и заботу Ее надо направлять на своих партнеров Не на детей, не на внуков, на партнеров Когда мама жертвует своей личной жизнью ради ребенка Ребенок очень сильно испытывает чувство вины и долга перед своей мамой И вернуть этот долг он, к сожалению, вам никак не может Ну вот представьте, жить с мыслью, что ради тебя пожертвовали личным счастьем своим Это очень тяжело Мы хотели понять, почему ваш отец не принимал никакого участия в вашем воспитании Поэтому мы пытались его найти Но, к сожалению, у нас-то не получилось Мы нашли всего лишь его друзей И вот, что они рассказали о его судьбе Я сюда заселился пять лет назад Пять лет назад Ну, не знал так никого, что же вышел Он подходит Ну, я же так с пацанами Ну, за этим делом Ну, не для так, в принципе А я так алкоголик Ага, это самое Туда-сюда он подходит Говорит, пацаны, бухайте Так нате вам, говорит Ну, денежка есть Говорит, я покуда не бухаю там Говорит, на пару месяцев стопорнулся Говорит, нате вам Денежку, говорит Ну, пойдите там, возьмите себе бухла Говорит, ну, и выпивайте Так я с ним познакомился А так он нормальный пацан был Я даже был удивлен, что он Ну, так вот Вроде пацан же молодой Молодые почему-то, как говорится Почему-то они быстрее, чем старики живут А молодые туда уходят Жене было 46 Ну, говорят, что что-то там Чи печень, чи сердце хватануло Обидно было потерять друга Да еще в таком возрасте Ладно, там уже Ну, уже старые Да все равно А особенно, если матерь хоронит своих детей Так это страшнее, чем умереть самому Так говорится Он очень пил, поэтому, наверное А оно к этому ушло Рано не поздно Когда я ходила Ну, была беременная Он очень пил И была зима Он меня выгонял на улицу босиком И пытался кулаком ударить по животу И говорил, что я этого Готюбиша убью Максим, вы не скорбите об этом Может, вы меня неправильно поймете Но я сейчас чувствую себя спокойно Верите? Нет, я вас правильно пойму Может, потом я подумаю После передачи После всего Я понимаю Я обязательно туда съезжу Я обязательно съезжу Найду, где он покоронен Я отвезу цветы Я обязательно съезжу На данный момент я его прощаю Потому что я не думал, что он покойный Понимаете? И я рад, что теперь у вас есть возможность Передать детям совсем другой опыт Я надеюсь, что они забудут То, что было между вами Там несколько недель назад И будут жить и воспитываться Расти в нормальной семье Где родители уважают И ценят друг друга Они проклинают в спину Но мне кажется, главное, что вам нужно помнить Что ваша жизнь в ваших руках Возьмите ответственность за свою жизнь И тогда вы справитесь И со своими сексуальными проблемами И с нечистыми силами Если вам мешают родители Или вам дорогу перебежала черная кошка Это совсем не означает Что вы вступили в черную полосу своей жизни Ведь все приметы и все самое плохое Сбывается лишь с теми, кто в это верит С вами был Дмитрий Карпачев Вы смотрели пост-шоу проекта Спасите нашу семью Увидимся ровно через неделю на канале СТВ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому